всем привет сегодняшнее видео я хочу начать вот такого приобретения бракнота садовода мне кажется что данная вещь будет незаменимым помощником и скрасит ваши будни давайте заглянем немного что вот здесь присутствует посмотрите потрясающая девушка изобрела свое творение выпустил его свет его кстати можно приобрести в городе томске либо через instagram я и пробовал искать его на вайберисе но к сожалению отсутствовал ассортименте посмотрите как здесь красочно да вот полностью прописана идея автора есть целые блоки про выращивание про почву полезные советы рецепты даже есть необычные я в первый раз там увидела варенье из лепестков роз посмотрите как это все красиво кто занимается огородом мне кажется это будет очень супер полезная вещь все красочно посмотрите какие красивые изображения автор использует своем блокноте прекраснейшая морковка кстати очень очень интересная вещь в этом блокноте когда мы видим вот такой штрих-код по нему можно пройти и посмотреть развернутое и видео про данную тематику что мне кажется удобно и поможет дальше здесь есть специальные от стеки где можно сделать свои заметки а либо какие-то зарисовки и вообще важные детали чтобы комфортно развивать свой досуг дальше посмотрите как красиво здесь все изображено очень четко словно ты общаешься вживую с автором и он делится с тобой своими наглядями потрясающая вещь очень красивая это кстати блокнот мы собираемся с ромой передать на день рождения ларисе сергеевне сегодня у нас 3 ноября и завтра четвертого дня день рождения лариса сергеевна поздравляю вас с днем рождения я знаю что вы смотрите это видео так что желаю вам всего прекрасного и хорошего и пускай этот блокнот вам послужит верой и правдой посмотрите как здесь много всего я даже не ожидала что блокноте будет такая прекрасная информация даже мне интересная хотя в принципе огородом то никогда не занималась но нет все было интересно рассматривать что-то прочесть для себя и все это привлекает внимание вот это я раз яркая красочная окрас вот всего картинки все записи какие-то штрих-коды то есть почти на каждом моменте есть рекорд с подробным описание видео мне кажется это просто потрясающе и вот давайте приступим в рецепт они немного специфические как мне показалось но тем не менее имеет место быть вот как вам приготовить кабачок спагетти равиола туда же полное описание пошаговый рецепт для чайников все как я люблю дальше посмотрите вот вот именно вот этот рецепт привлек мое внимание здесь варенье с лепестку из лепестков роз потрясающе очень красиво классальный труд автора вот здесь можно перейти где купить семена алтая специальный штрих-код дальше на ютубе есть канал эти девушки и в группы вконтакте и канал на цене вот так вот еще раз называется на самом деле я видела блокноты похожие на вайберис но по сравнению вот с этим конечно они не сравнятся и дальше у меня такое маленькое приобретение это вот такой блокнот я люблю наклейки люблю украшать свой блокнот помощника вышивки и посмотрите какая красота все наклейки очень яркие красочные мне понравились всего четыре листа но они очень милые котики какие-то вкусняшки мороженки конфетки максимальный релакс вот это мне очень нравится суши и и такие роллы что буду украшать подбатривать себя чтобы сделать больше крестиков побыстрее чтобы шли мои все финиши и в общем развивался мой канал все переключения и следующее видео будет из томска сейчас мы переносимся в сибирские афины мой родной город томск и я хочу немножко рассказать про свой любимый университет это является жемчужиной города университета и вот один из них это тгу или как он раньше назывался первый сибирский томский императорский университет в томске для строительства университета выделили самый лучший участок земли когда этот район назывался елань место было окружено березовой рощей это был центр города вдоль улицы садовый современный проспект ленина вот здесь изображен памятник основателям которые приложили руку к строительству университета очень большие споры были где именно сибири построить первый университет конкуренция была с омском но вот все-таки томск выиграл и был построен здесь этот прекраснейший университет выше в казбелка здесь неспроста поскольку на территории которая сохранилась по сей день березовой рощи очень часто можно встретить этих прекраснейших зверьков вот посмотрите какая мне красивая вышивка осталось совсем немножко для завершения я планировала кстати повышевать в поезде но к несчастью я забыла нитки и поэтому вышивка была только в качестве развлекательного характера для меня вот решила снять не видела красота итак у нас сегодня 1 декабря и заключительная часть этого видео я хочу показать начало своего турецкого уголка здесь образ девушек они очень гармоничными между собой сочетается значит слева из нас это чудесная игла бриллиант души моей а вот здесь справа это лейла от золотых ручек вот собственно ей посвящена посвящено это включение не так давно я забрала ее с багетной мастерской вот показываю какой был выбран багет очень красиво мне кажется это очень так богато дорого смотрится прям очень красивая вышивка и лейла гармонично сочетается вообще с фоном и с багетом и принципе компанию я и хорошие хорошие выбрала все мне очень нравится сейчас я сниму со стенки более подробно расскажу как это все выглядит вот можно немного посмотреть так красота багет выглядит кстати таким достаточно большим кажется было мне даже впечатление что меня спрашивали это двухсторонний багет или нет ну на самом деле это багет односторонний просто у него вот такая форма очень красиво мне нравится вот замечательно подходит к этой вышивке особенно вот эта канва ее с люрексом мне кажется просто гармоничное сочетание и лучше я пока не вижу не видела так это все что касается лейлы так ну а вот следующая моя оформленная работа сдавала сразу две лейлу и вот эту прекрасную белочку багет здесь конечно же попроще но гармонично сочетается красивое вот это оформление цветочка или вспышка какая-то очень мило смотрится достойное оформление да для такой прекрасной работы решила я на стенку и я не весить вот она будет таким украшением моего книжного шкафа мне кажется что хорошо смотрится очень миниатюрно такая миленькая работа рада что я ее завершила в этом году это был внезапный старт кстати покупался 2023 пару месяцев полежал и все я его сразу отшила да вот так вот бывает что покупаешь набор и он сразу идет в отшив давайте поближе посмотрим была очень такая мелкая аида ниток всех хватило много было бека кстати я вроде бек делала тоже сразу то есть немножко отшивала уголок и продолжала делать бек мне кажется хорошо получилось легкая достаточно работа буквально за недели три я ее отшила особых никаких проблем она у меня не составила такая бельчушка так ну а здесь я хотела показать лейлу близи на этот набор мне потребовалось 62 вышивальных дня очень достойная красивая работа кто хотел ее отшить я просто рекомендую максимально для меня легкая работа бисером не всегда было легче высшего чем крестиком единственная проблема у меня была с разуме потому что бисер жился очень туго и оставалось мало пространство чтобы прикрепить вот эти все стразики в этом не помогал рома значит там нужно было двигать бисер специально покупала клей момент кристалл чтобы меньше было повреждение на канве но работа достойная всех страз хватило нужно быть осторожна чтобы не потерять потому что их ровно столько сколько должно быть а что касается вот этих бусту и было намного больше предложено в наборе чем должно было быть очень красивая давно хотела ее это была одна из первых моих работ которые хотела свою коллекцию и в этом в этом году она у меня пополнила список вышитых работ и оформлена конечно же так так а вот здесь это мой текущий процесс которым я занимаюсь это набора триоли с баллада любви я начала с 13 ноября то есть чуть больше двух двух недель то есть 15 вышивальных дней совсем понемногу я с ним работала но здесь уже больше 50 процентов отшита в работе где-то 56 сразу чтобы не было комфортно по кусочкам я делала бэк но вот здесь понятно я еще не до конца его сделала потому что немного тут осталось в морде вот это лошадки и дальше я смогу оформить до конца бэк и уже переставить вкус на вы продвигаться вниз через левый бортик посмотрите как красиво получается благодаря бэку я увидела вот этого рыцаря то есть когда я отшивала вот этот момент просто крестиками когда я отшила бы я кому-то с кусок я его не замечала я его заметила только когда отшивал вот эти элементы и у меня просто поднялись глаза и я заметила здесь рыцаря у меня это было так необычно то есть как так я столько времени смотрела на эту работу отшивала но по факту же сам конце увидела его когда он уже был готов что мне нравится что здесь рыцарь он такой детальный не враждебный то есть сам по себе позыв работы говорит о каком-то какой-то гармонии мире то есть даже здесь рыцарь он не атакует он как раз как защита мы видим какое-то зеленое знамя которое развивается совершенно не агрессивная вот здесь вверху обнаружила кого-то милого кролика бабочку вот это похоже дракончик а вот здесь у меня была дилемма давайте покажу поближе в общем не казалось что этот цветок я для себя придумала и целую историю что этот цветок на которого вдыхнул пламенем дракон и он воспалился но кроме не пытался доказать что где-то ты увидела цветов посмотри внимательнее это попугай вот и дальше родители ромы тоже мне подытожили что нет я здесь ошиблась и это все-таки птица то есть больше похоже на птицу чем на цветок мне нравится в этой работе то что это парная вышивка очень гармонично смотрится здесь типичное изображение девушки которая попала в беду дальше прекрасный мужчина в таких блестящих доспехах вооруженные готовы ко всему судя по короне мы видим что это даже не наследный принца прям сам король спас эту прекрасную незнакомку для нас с таким тоже были сомнением по поводу коня вот какого он цвета белого или все же такого серого вот какой-то на камере он все же больше серый то есть жизни он такой более белее особенно вот его окрас гривы белого цвета кстати вот здесь не видно но с помощью бека будет передано что здесь не просто у него какая-то распущенная грива очень такие аккуратная прическа здесь будет такие две косы никаких то кончиков не будет видно и кстати вот здесь мне нравится работе еще украшение вот этой сбру и коня тоже мы видим эмблемы очень красиво кстати смотрится такое чувство что передо мной разворот детской книги вот какой-то там первой иллюстрации когда сказках рисовали дать заглавные буквы яркие там с орнаментами и вот здесь как раз такой страница из сказки только не начала а судя по тематике это все же конец такой хаппи-энд и для себя этот немножко вообще люблю искать в работах какой-то смысл значение и вот для себя я нашла несколько деталей допустим вот этот цветок я очень долго думала что это маргаритка но потом я прогуглила посмотрела цветы поняла что маргаритки все же бывает белого цвета чем красного и что скорее всего это красная хризантема вот что я нашла описание к этому цветочку что красный цвет это олицетворение любви ознака однако здесь нет романтического листра снова подтекста алые цветы говорят разумных извешенных чувствах что в принципе мы наблюдаем да здесь нет каких-то ярких пышных эмоций все очень торжественно мы видим что девушка во первых она сидит как в дамском седле она придерживает своего спасителя у нее такой опущенный взгляд такой легкий ненадменная не какая-то нет такой скрытой агрессии радости рекование просто вот она такая спокойная благодарна видно что она расслаблена и и не похищает а наоборот ее везут домой до спасают от какого-то события все очень благородное красивый жест даже вот как она держится за него вот как она присела и да вот как он держит взбрующие такой могущественный в общем все очень красиво дальше в работе я заметила вот это красивое растение это поняла что это плющ и христианской символики со времен средневековья плющ олицетворяет упорство следование по избранному пути терпение бессмертия души он бессмертия души не кажется идеально подходит вот к этой тематике парных образов и вообще к этой вышивке и дальше вот это сама арка вроде по центральное место картина занимает вот это пара да и само ты животное лошадь но и тем не менее арка здесь очень много элементов мне кажется она тоже такое да не отдает понять нам что она не пустое место занимает не просто украшение все же это какой-то смысл и арка в современном интерьер является символом соединения небесных и земных сил муж мужского и женского начала символ открытой двери свободы передвижения которая важна для осуществления живого начала во внутреннем мире человека может я для себя нашла мне кажется это очень гармонично подходит к описанию к этой работы и вот она как у меня подвигается достаточно легко и красивый результат и повторюсь эта работа будет у меня вышиваться в подарок все спасибо что посмотрели мое видео я буду рада обратной связи спасибо за комментарии которые вы оставляете за сердечки тем самого хорошего вышивайте живите радуйтесь и пусть у вас все все будет хорошо пока пока